Здравствуйте! На библейский портал Экзогет поступил вопрос, такой недоумевающий крик души человека 21 века. Кому сегодня нужно целомудрие? Тут надо понимать, что заповеди Божии и взаимоотношения с миром неизменны, поэтому целомудрие нужно тем же, кому оно было нужно и в прошлом 20 веке, не так он, кстати, давно был, и кому оно было нужно во время пришествия Христа, и кому оно, конечно, было нужно даже в ветхозаветные времена. Прежде всего, конечно, нужно уточнить термин целомудрие, потому что целомудрие можно понимать правильно, то есть как некоторая целость своего сознания, души и тела, когда душа, тело, ум вместе трудятся для спасения человека, всей человеческой природы, для того, чтобы привести его в Царствие Небесное, и вместе соединяются с Богом. И наоборот, отец всякого разделения дьявол вносит в целомудрие разлад, и это может проявляться в любых грехах. Но, опять же, конечно, скорее всего, я предположу, когда человек вот так спрашивает, кому сегодня нужно целомудрие, раз не такой широкий более философское понимание, целостное понимание. А всё-таки наверняка имеется в виду такой частный случай целомудрия. Целомудрие – это, то есть, уклонение от блуда и от прелюбодейства. Причём, ну, конечно, не только в поступках, это уж как-то совсем чересчур, но, естественно, в своих мыслях и чувствах по максимуму. Поэтому начнём, конечно, вот с этого более узкого определения. Кому нужно целомудрие? Прежде всего, мы можем порадоваться, оно нужно Богу. Это очень здорово, потому что, когда, если ты знаешь что-то, нужно влиятельному человеку. Это очень хорошо. Например, знаешь, что вот дорога в деревню разбитая, а какой-нибудь чиновнику вот эта дорога понадобилась, он там коттедж построил или миллионер решил там охотничьего годия разбить. И вот он берёт и твои интересы частные, на которые никто не обращает внимания, они совпали с каким-то интересами могущего человека, и он эту дорогу прокладывает. Точно так же крайне здорово, точнее, неизмеримо больше, это просто для нас настоящий подарок, то, что Богу наше целомудрие нужно. Причём оно не нужно, он, в смысле, никого не обязывает к нему. Он просто, оно нужно целомудрие тех, кто хочет быть христианином. Потому что христианин, прочтём послание 1 Коринфянам 12-13 стих из 6 главы. «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы из них сделать членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, два будут одноплоть, а соединяющейся с Господом есть один дух с Господом? Тут мы видим, что Господь никого не заставляет, и то, что Он желает нашего целомудрия, ну как бы не хочешь – не надо. Но если ты решил стать христианином, если ты решил стать частичкой, членом церкви, частичкой тела Христова, ты уже принадлежишь Христу, поэтому, разрушая свое целомудрие, ты разрушаешь тело Христово. Можно сказать, не, но Бог совершенен, как его тело можно разрушить? Ну, как мы помним, Господь наш Иисус Христос имеет во своей постаси две природы – божественную и человеческую. И человеческая природа, как мы помним, разрушалась сном, голодом, пытками и крестной смертью. Точно так же и земная природа церкви может разрушаться через грехи каждого отдельного человека. Каждая частичка тела Христова, каждый христианин может отпасть от вот этого, как раз тут слово целомудрие очень хорошо для понимания, от этой целости, от этого единства со Христом. Поэтому, если человек не христианин, ну, в принципе, как апостол говорит, ну, естественный закон, как-то уж совесть должна немножко подсказывать. Это мы, конечно, не разбираем. А вот если человек христианин, то надо понимать, ты решил соединиться со Христом, стать с Ним единым целым, предвосхитительно здесь, на земле, и в вечности надеешься в Царстве Небесном после Страшного Суда с Богом пребывать. И поэтому ты соединяешься с Богом, как пишет апостол Павел, и ты становишься с Ним единым телом, ты соединяешься в блуде с кем-то, и ты становишься, ну, тут кажется, ну, нет, ты же мой там любимый какой-то человек, там, ну, почему-то не поблудить. Нет, ты соединяешься с грехом, соединяешься с отцом всякого греха дьяволу. Да, вместе соединяешься, вместе с любимым человеком, и сам вместе с ним отпадаешь от целостности со Христом. Поэтому, конечно, вот мы видим, Господу наше целомудрие нужно, потому что, раз уж мы пришли, сказали, Господи, вот ты сказал, что у тебя и с отцом все общее, и мы хотим, чтобы у нас с тобой тоже все общее было. А потом берем благодать Божию, ее похищаем и в пучину греха, в такую грязь меры свергаем. Конечно, Господу это не угодно. Однако, как мы помним, спасение души человека – это вещь сотрудническая, соработничество, как вот соработничество, святоотеческий термин, описывающий путь нашего спасения, приближения к Богу. Поэтому, прежде всего, конечно, целомудрие нужно нам. Именно по этим же стихам, потому что если мы хотим быть со Христом, то мы не будем от него отделяться. Если мы хотим быть со Христом в единстве, то мы не будем это единство разрушать. И тут как раз от узкого понимания слова целомудрия можно перейти обратно к широкому. И если ты от вот этой целости, от этого единства со Христом под действием отца всякого разделения, помните, отец всякого разделения дьявол, если ты отделяешься, то, конечно, общего ты со Христом не имеешь. Помните, как грешники на страшном суде говорили, Господи, когда мы тебя не обогрели, не приютили, не навестили больного, Господь говорит, да не знаю, я вас. Да, отойдите от меня, проклятие. Идите, вот все, в ад уготовленный, стань ангелом его. Почему Господь так говорит? Потому что казалось-то людям, что они со Христом, а они себя от Христа отделили. И мы точно так же отделяем, конечно, мы очень эффективно можем отделить себя через нарушение целомудрия, просто обычное, блудное, прелюбодийное телесное, но также тоже напоследок, это очень широкая тема, но поэтому ее только обозначим в этом коротком вопросе. Но и также мы можем отделиться от единства со Христом, которым мы приобщаясь его тела и крови, которое мы, обращаясь к нему в молитве, которое мы, внимая словам Священного Писания, получаем, мы можем это все потерять, потому что Господь чувств греха, и каждый грех нас от Бога отлучает, поэтому будем осторожны.